Добрый день дорогие друзья, это Макс Вайсман и я сейчас хочу выйти на поле автоблогеров и поговорить о автомобиле, а именно о автомобиле ВАЗ-21061-37. В Торонто, в городе Торонто на продажу выставили красную шестерку этой модели 1979 года выпуска. Советский раритет оценили в 80 тысяч долларов. Обратите внимание на эту сумму. Вообще экспорт автомобилей в Канаду начался в 1978 году. За первый год продаж удалось реализовать более тысячи автомобилей. Зато уже в 1979 году продажи перевалили за 5 тысяч автомобилей. За один год пятикратный рост, даже более чем пятикратный. А к 1981 году продажи выросли почти до 13 тысяч автомобилей. То есть ежемесячно наш тольяттинский автогигант на авторынке Канады продавал более тысячи АЗ своих автомобилей. Не так уж и плохо. Ну и естественно первым автомобилем в 1979 году, в 1978 году, который вышел на рынке Канады, был собственно этот самый ВАЗ-21061-37. Естественно, под канадские требования безопасности версия получила какие-то усовершенствования. Появились массивные пластиковые энергопоглощающие бамперы со встроенной в них оптикой. Обратите внимание, что эти бамперы отличаются от тех, что продавались в Советском Союзе и позднее в Российской Федерации. Кроме того, в салоне стали более комфортабельные сиденья и на передней панели появилась известная по иномаркам лампочка Check Engine. Завод давал на машину 12 месяцев гарантии или 20 тысяч километров пробега. Продажи были признаны весьма успешными. Ну, цифры я назвал действительно успешны, на мой взгляд. И канадцы охотно покупали невиданные доселе советские автомобили. Но их сложно было не купить, потому что Лада была самым дешевым автомобилем на канадском рынке того времени и при этом далеко не самым плохим. На территории Канады работало 43 дилерских центра Lada Cars of Canada, которые продавали, ну, как я уже сказал, более тысячи автомобилей ежемесячно. Также в 1979 году, оценив успех канадских вот этих вот дилеров, американцы тоже решили продавать советские авто в Америке. Но Конгресс США заблокировал торговые отношения с Советским Союзом из-за ситуации в Афганистане. Обратите внимание на фото. В Канаде тоже отдельные деятели не хотели лить бензин в автомобиле Lada. К сожалению, в 1997 году наш АвтоВАЗ почему-то свернул продажи своих автомобилей в Канаде, хотя они шли не так уж и плохо даже на этот период. Конечно, гораздо хуже, чем ранее, но тем не менее шли. Этот автомобиль высоко ценится среди коллекционеров, тем более у него пробег всего 7 тысяч километров. И поэтому объявленная цена в 80 тысяч долларов владельцу кажется обоснованной. Мне вот на самом деле интересно, удастся ли ему продать этот автомобиль или все-таки цена завышена. Кстати, в Торонто до сих пор есть здания, которые или принадлежат, или каким-то образом имеют отношение к АвтоВАЗу. Например, я вот буквально нашел Lada Building, который на сегодняшний момент до сих пор носит такое название. Там, кстати, расположен ресторан и адрес этого ресторана так и указан. Lada Building. Так что нашему автопроизводителю было бы очень кстати вернуться на рынок Канады, где, между прочим, в этом году ожидается рекордный объем продаж автомобилей, около 2 миллионов автомобилей. Я напомню, что наша Россия, в которой проживает 140 с лишним миллионов человек, на этот год продажи ожидаются на уровне 1,6 миллиона. А Канада, где проживает примерно 35 миллионов человек, в этой стране будет продано автомобилей даже больше, чем у нас. И это говорит о том, что данный рынок весьма перспективен. И я надеюсь, что наш итальянский автогигант попробует на него вернуться. У меня все на сегодня. Всего всем доброго!